Здравствуйте, Кристина! Это видео про ваш переходничок с одуванчиком. Вот, смотрите, все сделано. Теперь я вам покажу, как нужно одевать переходничок с одуванчиком в камеру. В этих переходниках отсутствует стопорный винт, поэтому нужно стараться не перекрутить его, чтобы не сломать одуванчик. Так, красная точечка на переходнике, совмещаем с белой точкой на камере. Немножечко поджали и повернули до щелчка. Вот, как видите, защелкнулась. Дальше перекрутить невозможно. Вот, я советую для начала именно использовать в таком порядке. Сначала поставили переходник с одуванчиком, потом берете объектив, который вы купите, накручиваете. Не пугайтесь, что у вас на объективе шкала будет в другом месте. Для круглого объектива это не имеет значения. Затем ставите камеру в режим приоритет диафрагмы А, режим АФС и выбираете диафрагму. Например, вот, смотрите, я запрограммировал все диафрагмы от 2 до 16. То есть, соответственно, если вы ставите диафрагму 2 на камере, потом ее же выставляете на объективе. Вот, смотрите в видоискатель, крутите кольцо резкости, можете полностью нажать кнопку затвора, выбрать, как на автофокусном объективе, ту точку, по которой будете фокусироваться. Ну, для удобства центральную. Смотрите видоискатель, крутите кольцо резкости. Как только резкость появляется, кнопка нажмется полностью. Вот, если нажимать по пол кнопочки, то вы тоже услышите и звуковой сигнал, и световой. Вот, и в обратном порядке то же самое. Открутили объективчик, нажали кнопку на камере, которая является стопором для переходника. И по часовой стрелочке аккуратненько вытащили. Демонстрирую еще раз. Красная точка совмещается с белой. И против часовой стрелки до щелчка. В обратную сторону точно так же. Все. Спасибо за внимание. Сейчас я упакую ваш переходничок и отправлю.